Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за нашего главного тренера Теда Лассо. У нас идет третий сезон, мы в Италии и мы возглавляем итальянский Милан. Пока что наша команда лидирует в турнирной таблице, на 9 очков мы опережаем ближайшего преследователя. Ну и сегодня мы продолжим участие в чемпионате, также нас ждет игра в кубке. Возможно уже сегодня мы стартанем в Лиге Чемпионов в 1.8. Ну и ребят, вы все это дело поддержите своим лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а также не забывайте заглядывать в наш телеграм, там анонсы выхода с серии, информация о стримах, уведомления, новости. И также заходите на мой второй канал, его название Фандом Лига и там у нас прохождение интересных сюжетных игр. Все ссылочки есть в закрепленном комментарии, всем буду рад, ребята. Ну а мы начинаем. Первую игру сегодня мы просимулируем, поскольку играем с командой, у которой всего лишь 9 очков за 21 игру. Сегодня выходим играть резервным составом, и посмотрите, сегодня у нас Флоренция на правом фланге. Странно, что нам показывали, что он ушел, но трансферное окно открыто, а он до сих пор в команде. И пишет, что он покинет и ее трансферное окно. Возможно, из-за того, что у него оставалось 6 месяцев контракта, и он доиграет до лета, и только летом покинет клуб. Но давайте посмотрим, как завершится эта игра. Это победа 3-1, Дибуа, Ориги, Дибуа даже сделал дубль, еще и гол не забил, мог оформить хэд-3. В итоге мы победили. Ну а сейчас у нас 1-8 кубка Италии. Здесь мы встречаемся с Наполе, и давайте смотреть на стартовые составы команд. Вот так вот они выглядят. Кварацхелия сегодня Хвича выходит с первых минут. Ну и, ребята, давайте начинать. У нас команда полна сил, мы готовы и постараемся выиграть. Мы играем дома. У нас идет небольшой дождь. Последние приготовления идут перед началом этого матча. Ну а болельщики уже потихонечку начинают заполнять стадион. Сегодня нас ждет хорошая битва в 1-8 кубка Италии. Не так давно мы, кстати говоря, с Наполе играли в чемпионате. Не смогли тогда выиграть. Надеюсь, что получится выиграть и сейчас. Но после последних матчей в других карьерах, когда мы тоже где-то выигрывали, а потом в кубке, к сожалению, не получалось выиграть, не будем сейчас забегать вперед. Постараемся сыграть аккуратно, постараемся реализовать свои моменты. Ну и будем надеяться, что в обороне у нас также получится сыграть аккуратно. Без допуска ошибок. С центра поля Декеттеллары разводят мяч, отыгрывается с Дибуа. И, ребята, поехали. Удар Дибуа. Момент. И голкипер Наполе уже вступает в игру. Держать, держать до самого конца. Какой момент и Донарума. Команды обменялись моментами. У нас был неплохой удар из-за пределов штрафной. Наполе довели дело до подхода к нашим воротам. И чуть ли не из вратарской били. Забросик. Снова Дибуа. Попытался пробить в прыжке головой. Хотя, вот если бы в лед попал, может быть, было бы опасней. Уокер. Держать, держать соперника. Как же здесь мяч проскочил, а? Передача во фланг. Уокер. Заброс на дальнюю. Ляо не добирается до мяча. Почти получилось. Сноулокер. Караска. Не лег мяч как следует на ногу. И получился не удар, а больше такой прострел на дальнюю штангу. У нас уже 21 минута позади. Пока 0-0. Снова Дибуа. Удар слевой. А вот и атака Наполе. Скидка в центр. Донарума выходит. И спасает команду. Но где не может защита? Должен, конечно же, помогать голкипер. И здесь Донарума сыграл очень здорово. Дибуа. Передача направо. Это Уокер. Аккуратный пас на Караска. Скидка в центр. Ну же. И вот здесь Кеттелары. Чуть-чуть долго. Там уже побега. Забегал. Перевод на правый фланг. Наполе. В новой атаке Альфонсо Дэвис. Прерывает опасную передачу. А вот теперь Дибуа. Надо бежать. Надо бежать. Дибуа на ворота соперника. И ты можешь забить. Удар Дибуа. Нету. Блокирует просто своим телом. Можно сказать, мяч между ног зажал. И не позволил забить. Передача на Лео. Кеттелары. Надо забивать. А побега просто стоит. Мяч от него отскакивает. Как от ребята дерево. Побега. Продавили его здесь. Удар. Донорума в порядке. Ну и все. Пора первый тайм заканчивать. Пока 0-0. Рома и Ювентус в своих матчах пока выигрывают. Ну а у нас нули. И Наполе очень хороши сегодня. Хороший пас на Дибуа. Дибуа залетает в штрафную. Отсюда в дальний. Дибуа забей. Гол. Но этот парень рано или поздно попадет. Он выводит Милан вперед в кубковом матче в 1-8 против Наполе. Хеттеллара оформляет голевую. И в этом эпизоде Нету уже спасти не сумел. Это 1-0, друзья. Ну и здорово. Здорово ворвался в штрафную. И с левой ноги аккуратненько. Бахнул в дальний угол. Наполе не собирается сегодня сдаваться. Здесь побега. Здорово перехватывает мяч. Снова забросик на Дибуа. Получится оторваться. Ну как-то вот иногда пробуксовывают футболисты. Вот у Фифы такое есть. Вроде набираешь скорость. А у игрока твоей команды будто ноги в киселе. Забросик на Дибуа. Дибуа прокидывает мяч себе дальше. И просто в панике. Защита Наполе начинает выбивать мяч за боковую. Можно сыграть на Леауле. А он... И почему, почему не пошел Дэвис-то на забегание? Почему остановился? Альфонсо Дэвис. Удар в дальний. Ребята, какой момент. У нас двойная замена. Эдвардс вместо Караско и Флоренса вместо Окера. Пока что он и является нашим игроком. Мы будем его задействовать. Эдвардс на правом фланге сейчас. Забегает в штрафную. Принимает мяч. Подрабатывает его себе. Но арбитр считает, что он подрабатывал его рукой. Это Альфонсо Дэвис. Его подача на дальнюю штангу. Эдвардс летел на мяч. А вот сейчас Дивуа. Момент. Удар. И здесь спасает уже защита Наполи. Мы просто сейчас начали штурмовать их ворота. У нас идет последняя пятиминутка. Наполи. Подача в штрафную. Фух. Донорума молодец. Вовремя вышел. Мяч в руки забрал. У нас готовится двойная замена. Но, честно сказать, даже не знаю, успеем ли мы ее провести. Диво Кориги только вышел. И мог забить. Мог забить Диво Кориги первым же касанием. Но попал каркас ворот. Донорума в угол. Вставай. Вставай в угол. Удар есть. Просто фантастика. Вот это момент. Донорума на ленточке засейвил мяч. И просто повезло, что он не отскочил в ворота. Мы с минимальным счетом 1-0 проходим в четвертьфинал Кубка Италии. Но Наполи дали хороший бой. У нас последние часы трансферного окна. Как мы видим, Шкринер из ПСЖ переходит в Ливерпуль. Также, ребята, Антони Марсиаль покинул Наполи, с которым мы только что играли. По слухам, Ассенсио может перебраться в Ювентус. Мемфис Де Пай из Барселоны переходит в Дортмундскую Боруссию. Эмболой из Монако переходит в Вильереал. В общем, интересные переходы. Все-таки, ребята, Лига Чемпионов будет у нас в следующей серии. Я посмотрел по календарю довольно интересные матчи. С Лацу сейчас игру просимулируем, поскольку они ниже 10-й строчки. Мы сыграем сегодня с Сосуолой, которая занимает второе место. Тут победа 2-1. Ляо и Дибуа забили по голу. Ну а также, поскольку мы прошли в 1-8 дальше, сегодня нас ждет еще и четвертьфинал Кубка Италии. Но перед этим, как я и сказал, только что у нас игра с Сосуолой. Которые занимают сейчас четвертое место. Чуть переопустились. Но у них игра в запасе. И, ребят, давайте начинать. Мы играем дома. Это Битва Титанов. Мы в прошлый раз сыграли с ними 4-3. Поэтому сейчас, я думаю, будет интересно посмотреть, чем закончится эта игра. И давайте начинать. Дибуа сейчас лучший бомбардир в лиге. У него забито 31 гол. Неплохая статистика. За 24 тура. Ну и снова идет дождь. Снова вот эта вот итальянская погода. Я сам из Питера. И знаете, эта погода мне знакома очень хорошо. В Питере часто идут дожди. Поэтому это вполне нормально. Команда уже находится на футбольном поле. Давайте начинать с центра. Да, Кеттеллары разводят мяч. Поехали. Ляо крутит в дальний, но слишком сильно. Мяч не лег как следует на ногу. И болельщики уже хватаются за голову. Потому что это был момент. Момент на гол, которым Ляо не воспользовался. Катит на Кеттеллары. Тот дальше. Дибуа момент. Почему же с левой? Почему же с левой ты пробил? Вбивают. Кеттеллары. Это штрафной должна быть карточка. Как расценит главный арбитр. Желтая есть. У мяча Дибуа. Он берет разбег. Он бьет по воротам и забивает. Нет, не забивает, ребята. Не забивает. Вот это моментище. Мяч облизнул все ворота. Но, к сожалению, выскочил обратно в поле. Вот это штрафной, конечно, Дибуа. Декеттеллары. Передача на Караско. Караско залетает в штрафную. Караско убирает мяч под себя. Все-таки прошел. Момент. Побега. Удар. Галкипер справляется. Прямо из глубины побега. И вот как раз показывают нам повтор. Не было гола. Мяч прокатился по самой ленточке. И попал в дальнюю штангу. Атака Сусуолы. Момент. И вот уже нас прощают. Мяч пролетает рядом со штангой. И на секунду могло показаться, что Донарума сейчас может пропустить. Ух, ошибся. Габриэль немножко отбились от наших штурмов. И сейчас идут в атаку. И забивают гол. Пропускает Донарума в ближнем. Даже в подкате у нас не получилось накрыть этот удар. И по итогу гости выходят вперед. И хороший пас из глубины. Ну нет. Пытался в подкате сдержать от Донарума. Ну как будто его насквозь просто прошили. Как же мяч здесь отскакивает, а? Как везет сейчас Сусуоле. Сначала им везло. В начале матча мяч не взлетал в их ворота. Теперь им улыбнулась удача уже в атаке. Еще один прострел. Моментище. Донарума. Он, ребята, спасает. И на этом первый тайм завершен. В начале матча могло показаться, что мы создали довольно много моментов. Но по ударам 6-5. Только в пользу нашей команды. Суола тоже атаковала. Моменты создавала. И смогла еще даже забить. Дивуа забросик на Ляу. Ляу делает скидку на побегу. Побега. Почему ж ты не ударил? Почему ты не ударил побега? Вроде и подработал здорово. 55-я минута. Снова Ляу. Снова выигрывает вверх. Караска. Уходит от соперника. И надо на Дивуа играть. И прошла передача. Дивуа. Это выход 1 на 1. Такие нужно реализовывать. Дивуа. Момент. Галкипер спасает. Альфонсо Дэвис. Разгоняет сейчас атаку команды. Забросик на Дивуа. Дивуа добирается до мяча? Нет. Это Лары. Дивуа. Момент. Удар. И снова галкипер тащит. Мощнейший выстрел Дивуа. И с ним тоже справился галкипер. Рэбич. Еще момент. И снова вратарь. Да что за реакция? Как его забить? У нас остаются считанные буквально секунды уже до конца этого матча. Пошла подача. Рэбич. Выигрывает вверх. Эдвардс. Ну вот сейчас. Последний момент. Последний шанс для атаки. Эдвардс. Свеженький. Несется сейчас в штрафную соперника. Ну же. Хотя бы ничью вырвать. Забить. И гол. Есть. Это Дивуа. Ребята. Хотя бы так. Хотя бы 1 на 1. Но в концовке мы заслужили этот ничейный результат. Сколько было моментов. И сыграли замены. Сыграли замены. И Дивуа. Не Ориги свеженький. А именно Дивуа. Который отпахал 91 минуту сегодня. Именно он поддержал атаку. И вонзил мяч в пустые ворота. Это 1 на 1. Ну а вот и четвертьфинал кубка. Здесь мы играем с Кальяри. Мы играем у себя дома. И небольшие изменения в стартовом составе. С первых минут выходит Андрич. Выходит Эдвардс. Калюлю. Выходит Флоренция. Ну и ребята. Поехали. Потихоньку болельщики подтягиваются на стадион. Это уже четвертьфинал. Это можно сказать. Два шага до финала. Нам достался не самый сильный соперник из возможных. Но ребята. И Кальяри недооценивать сейчас не стоит. Все таки мы и у Наполя выиграли только лишь. 1-0. И там в концовке были какие-то сумасшедшие моменты. Не очень уверенно сыграли Сосуол и отыгрались только в самом конце. Поэтому сейчас мы ни в коем случае не задираем нос и не считаем, что победа у нас уже в кармане. Давайте начинать. С центра поля. Гости разводят мяч с центра. Поехали. Андрич. Передача на Дебуа. Дебуа мяч прокидывает. Момент. Удар в дальний. Ну хотя бы уже в створ. На первых минутах попали. Это снова Дебуа. Зато здорово. Кетелары сразу в отбор вступает. И только лишь угловой. Отработал обратно защитник. А вот уже опасная атака. Кальяри через левый фланг. Подача на дальнюю штангу. Хороший пас на Альфонса Дэвиса. Дэвис. Пас на дальнюю штангу. Но до Эдвардса снова мяч не доходит. Кальяри большими силами в своей штрафной обороняются. Там у нас что? Травма. У Габриэля, ребята. И видимо что-то серьезное. Столкнулись в воздухе. Два игрока. И видимо неудачно. Неудачно Габриэль упал. Ну и судя по всему. Как он держался за колено, ребята. Что-то мне подсказывает. Что это выбывание до конца сезона. Это Дебуа. Его дальний выстрел. Галкипер дотягивается. Спасает. Ну а вот теперь же Андрич и Альфонсо Дэвис пытаются встретить соперника. Ну не. Засиделся. Но вовремя отработал. Ля. Он. Передача на Дебуа. Отлично. Дебуа. Залетает штрафную. Дебуа надо решать. И Дебуа не попадает. У нас концовка первого тайма. Эдвардс снова набирает скорость по флангу. Как и в прошлом матче. Передача на Дебуа. Дебуа. Ну же. Кетеларе. Забить. 1-0. Де Кетеларе. С передачи. Дебуа все-таки выводит нашу команду вперед в первом тайме. Это 1-0. И во втором, я думаю, будет попроще. Все-таки неприятно пропускать в раздевалку. Как сейчас пропустил соперник. Ну и молодец. Кетеларе что забил. В параллельном матче Интер выигрывает 1-0. Так что пока, как мы видим, сильные команды, которые должны выигрывать, выигрывают. А вот это опасно. И 1-1. Кальяри не собираются сдаваться. 51-я минута. Они снова сравнивают счет. Ну а точнее не снова. Они просто сравнивают счет. Снова у нас становится ничья. Лападула посылает мяч в дальний. Никакого офсайда нет. Леау. Момент. Удар в дальний. Пенальти. Мяч попадает в руку. И орбитер указывает на точку. И Дебуа подходит к мячу. Он берет разбег. Он бьет поворотом. И забивает гол. 55-я минута. Милан вновь выходит в лидеры этого матча. Ну и здесь Дебуа просто раскидал по углам. Голкипер Кальяри угадать не сумел. Хороший пас на Дебуа Кориги. Кориги мяч прокидывает. Уходит от двух защитников Кориги. Бьет в дальний и забивает гол. Дебуа Кориги. 3-1. На секунду могло показаться, что скорости у Риги нет. Когда он вот здесь пробросил мяч. Но он все-таки смог. Смог догнать. И поразить дальний угол. Давайте дадим и Дебуа отдых. Ребич выйдет вместо него. 3-1. Это такой довольно комфортный результат. И хоть и играть еще 25 минут. Я надеюсь, что наша команда уже победу не упустит. Не получилось перевести на другой фланг. И вот сейчас может получиться опасная атака с ударом по воротам. Но удар оказался не точен. Это Андрич. Момент. Удар. И что там? Снова пенальти. Ребич. Разбег. Удар. 4-1. 78-я минута. Вот и Ребич вышел и забил. Эдвардс. Удар из-за пределов штрафной. И какой голешник забивает Эдвардс, ребята. Уже в добавленные минуты этот паренек бахнул. Из-за пределов штрафной с шикарным таким ударом в дальний угол. Это 5-1. Ну и я думаю, этот гол заслуживает вашего лайка, если еще вы не поддержали нашу команду. Но здесь Эдвардс шикарно с левой закидывает в дальний угол. Это, ребята, победа. Это проход в полуфинал Кубка Италии. Надеюсь, выпуск вам понравился. Получился такой довольно эмоциональный. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok